Здравствуйте, я Брэнд Рэмзи, технический консультант Canon в США. В этом видео мы рассмотрим улучшенные эргономические функции C300 Mark II. В целом камера выглядит очень похоже. C300 Mark II по-прежнему легкая, но примерно на 700 грамм тяжелее своей предшественницы, C300. Она немного выше, длиннее, шире, но не намного. Давайте посмотрим на фронтальную часть. Во-первых, на C300 Mark II могут стоять байонеты. EF, EF-Log, PL. И впервые у нас есть возможность поменять байонет, а не камеру. Передняя часть была обновлена с учетом разных байонетов. И сейчас вся система гасит небольшие движения, как будто это плавающая конструкция, которая держит объектив и матрицу в одном положении. У новой камеры C300 Mark II мы сделали литой, укрепленный корпус. Он способствует теплоотделению и также добавляет прочности. Камера стала немного тяжелее, но ее центр массы по-прежнему находится примерно посередине. Корпус является пыли- и влагозащищенным. Обновлена и автоматическая система ND-фильтров, в которой есть фильтры на 0, 2, 4 и 6 ступеней, и добавлен расширенный режим на 8 и 10 ступеней. Кнопки с цифрами могут быть переназначены на любые функции. И все хотят большего. Поэтому теперь здесь 22 назначаемых кнопки и 50 программируемых функций. На передней части камеры есть несколько кнопок, в основном для самостоятельной работы одного оператора. Автоматическая установка диафрагмы, автофокус и слот для SD-карты, которые используются для хранения и переноса настроек камеры, обновлений прошивки. Также на нее можно записать прокси в кодеке X-AVC. В камере есть встроенный микрофон для чернового звука или голосовых заметок во время съемки. Слева на камере есть заметная красная кнопка записи. Там же находится и решетка вентиляции. Вентилятор включается, когда вы включаете камеру, но как только вы начинаете запись, он становится супертихим. Все кнопки также очень тихие. Эти кнопки такие же, как на C300, но теперь они слегка утоплены, чтобы избежать случайных нажатий. Здесь новые кнопки для быстрого доступа к важным функциям. ISO, Gain, Выдержка, Rapid. Внизу больше нет громкости наушников. Теперь здесь кнопка баланса белого. Колеса навигации по меню и изменения параметров остались на тех же местах. Но здесь кое-что добавилось. Это подсветка важных кнопок для удобного управления камерой в темноте. Задняя часть камеры выглядит примерно так же. Только теперь здесь два слота для карт C-Fast и новый 12-вольтовый аккумулятор. Видоискатель отклоняется вверх. Эта функция понравится операторам. Увеличение в 2, 4 и 8 раз доступно по нажатию джойстика. Вы даже можете перемещаться по увеличенной картинке. Контраст и цвет монитора также улучшены. На правой стороне камеры входы и выходы. Выглядят похоже, но некоторые улучшены и переработаны. Например, вот эти соединительные кабели. Один для аудио и один для видео. Мы к этому еще вернемся. Новый выход для внешнего монитора и для рекордера. Оба выхода 3G-SDI. Выход монитора также может быть использован как дополнительный 3G-SDI для записи RAW, 2K или 4K, если это необходимо. Серьезное улучшение. Четырехпиновый Limo DC-коннектор. Вы можете прицепить к нему Wi-Fi, GPS или внешнее управление. Ручка выглядит почти так же. Она взаимозаменяема с ручками от серии C100, C300, C500. Ее функциональность была улучшена. Особенно джойстик. Верхняя ручка была переделана и состоит из двух частей. Площадка отдельная. И крепится на шестигранниках. На ней есть отверстие 1,4 дюйма, 3,8 дюйма и 3 холодных башмака. Монитор выглядит примерно так же, но он был существенно улучшен, и у него новая технология подсветки. Он почти в два раза ярче и построен на органических светодиодах, с большим цветовым охватом и гораздо лучшим качеством картинки. Оверлей теперь можно расположить по периметру. А эти кабели теперь отсоединяются. И теперь их два. Это удобно при построении рига. Один для аудио, один для видео. Таким образом, у вас всегда есть запасной. Это был обзор камеры C300 Mark II. Я Брент Рэмзи. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...